Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Geek Media, с вами Павел. И сегодня будет обзор на настольную игру, которая своими корнями уходит в Японию в 1978 год. Почему так? Смотрите обзор и вы все узнаете. Итак, настольная игра Under Falling Skies, издательство CGE, Check Games Edition, которая будет через некоторое время локализована российским издателем Gaga Games, будет называться Вторжение с небес. Это игра 2020 года, количество игроков один и более. Вот такая любопытная формулировка, мы об этом еще поговорим. Возраст игроков от 12 лет, ориентировочное время одной партии 20-40 минут. Итак, почему же Япония, 1978 год? В этом году Тамахиро Нисикадо создал свой легендарный космический шутер Space Invaders. Он был сделан для аркадных автоматов, если помните, такие забавные инопланетяне, которые нападали на Землю, спускаясь все ниже, 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 а внизу ездила лазерная пушечка и отстреливала их. Иногда еще наверху там пролетала какая-то там тарелка, неопознанный летающий объект, и если бы ее сбивал, то получал еще дополнительные очки. Когда вы убивали инопланетян, и их становилось все меньше и меньше, их движения ускорялись. Они начинали двигаться все быстрее, и сам ритм музыки ускорялся, вот это подпискивание такой д-д-д-д-д-д-д. Любопытный факт был в том, что это изначально была проблема слабых процессоров. Когда на экране было достаточно много инопланетян, там полностью все ряды, то процессор с трудом справлялся с отрисовкой спрайтов, и скорость движения инопланетян была там какой-то небыстрой. А по мере того, как их становилось все меньше, отрисовывать становилось все проще, и они начинали двигаться все быстрее. И Тамахира Нисикадо решила оставить этот момент, это как бы дальнейшее усложнение игры. Эта игра и ее различные клоны отметились на всех возможных приставках, портативных консолях, на компьютере, на всех операционных системах. Там Spectrum, Commodore, Atari, везде это было. Клоны назывались по-разному. Alien Attack, Galaxian, Galaga. Ну, там был миллион, я сейчас все не вспомню. Они все были вдохновлены изначально вот этим хитом Space Invaders. Вдохновился и автор игры Under Fallen Skies, Томаш Углерш. Он в 2019 году выиграл конкурс на микро-прит-н-плей игру из девяти карт. Был такой конкурс. Девять карт это всего-навсего один листик А4. Вот, собственно, все девять карт можно расположить на нем. И как сделать игру, которая была бы потрясающе интересной, использовав всего девять карт. Вот Томас Углер сделал игру, вдохновившись в Space Invaders. Сейчас я вам про нее расскажу. Это вот она. Она изначально занимала всего девять карт. В 2019 году конкурс был выигран. Конечно, на девяти картах все не закончилось. Здесь переработанная версия этой игры. Но основа именно вот та игра 2019 года. Игра была доделана, расширена. Ну, чего, собственно. Давайте я расскажу о том, что лежит в этой маленькой коробочке и как в это играть. У меня на столе собрано поле. Оно состоит из отдельных таких кусочков. Здесь есть город, который называется Розвелл. Его рекомендуют использовать для первой партии. Здесь есть несколько кусочков неба и два кусочка внизу. Это, собственно, база наземная, при помощи которой нам стоит оборонять вот этот самый Розвелл. База выкопана под землей при помощи экскаватора. Экскаватор стоит на определенном месте. Нам доступна изначально в игре не вся база, а только ее кусочек. Дальше нам придется двигать при помощи экскаватора, выкапывать глубину базу, чтобы она становилась все больше, мы могли все эффективнее обороняться. Наверху над городом Розвелл находится небо, по которому к нам будут спускаться те самые инопланетяне. И на самом верху висит корабль Матка. Некий вот такой корабль-носитель, который выпускает самолетики, которые, ну, изначально они находятся на нем. Все, а мы имеем у себя пять кубиков. Вот, собственно, вся игра. Вот это поле, самолетики инопланетянские и пять кубиков. Три серых, два белых. И, как всегда, в подобных играх есть два способа проиграть и всего один способ выиграть. Для того, чтобы выиграть, здесь есть такой зеленый трек. Это наши знания о пришельцах. Мы должны добраться до самого конца этого трека, и тогда мы победили. А проиграть можно двумя способами. Первый способ это повреждения базы будут наносить корабли, которые к нам прилетают. Когда маркер повреждений дойдет до самого конца, это первый вариант нашего проигрыша. В конце каждого раунда будет корабль-носитель опускаться на одну клеточку неба. Когда он опустится полностью до отметки с красным черепом, то мы тоже проиграли. Первая фаза в каждом раунде называется фаза кубиков. Вторая фаза действий. Третья фаза корабля-носителя, вот этого самого корабля-матки. В фазу кубиков мы сначала бросаем имеющиеся у нас кубики три серых, два белых. Это наши рабочие, которых мы будем расставлять в комнаты в нашем подземном комплексе. При этом будет иметь значение, какие точки выпали на верхних гранях. Чем больше точек на верхней грани, тем более серьезное действие мы сможем сделать внутри комплекса. Но в то же время ровно на столько же позиции опустится корабль с корабля-носителя инопланетян в соответствующей колонке. Например, зеленые комнаты позволяют нам изучить пришельцев. Я могу поставить шестерку сюда и поднимать зеленый маркер от начального значения. Вот здесь я поднял на три, еще поднял на один, вот на четыре. Выше я уже поднять не могу, нужно еще три, у меня всего шесть. То есть, в принципе, хватило бы даже четверки. Наверное, логичнее поставить сюда четыре. При этом эта комната требует энергии. У нас изначально есть две энергии. Я потратил обе энергии таким образом. Но давайте не будем забегать вперед. Сначала мы просто расставляем кубики и опускаются корабли. Я опустил, корабль опустился на четыре позиции. Когда кораблик останавливается, то происходит мгновенное действие в том месте, где вот этот кораблик пришельцев остановился. Здесь есть стрелочки, которые сдвигают кораблик в другую колонку. Они такие красненькие и синенькие. Это влево-вправо. Есть еще изображение корабля-носителя. Если на нем остановится, то корабль-носитель тут же мгновенно опускается ниже на один уровень. И есть такие маленькие взрывчики с цифрами. Вот здесь есть четыре, три, шесть, шесть. Я чуть позже расскажу. Это единственная возможность сбить корабли, чтобы они не долетели до нас. И вот в первой фазе мы должны выставлять кубики. Мы не можем выставить больше одного кубика в одну колонку. Они все должны стоять в разных колонках. При этом желтые комнаты это комнаты, которые дают нам энергию. Зеленые комнаты это которые повышают наш уровень знаний о пришельцах. И вот красная комнатка это комнатка, которая позволяет сбить вражеские самолетики. Здесь написано минус один, она тратит энергию. Потратить энергию, поставить шестерку, шесть, минус один, пять. Все кораблики пришельцев, которые в данный момент стоят на взрывчике с цифрой пять или меньше, будут уничтожены. Они прям все снимаются и отправляются обратно на корабль-матку. И начиная со следующего раунда они опять начнут опускаться. Убить все корабли здесь невозможно. Если вам совсем некуда приткнуть кубик, то всегда есть возможность поставить кубик в самый верхний ряд. Это такая система ПВО, которая не сбивает корабли, но она в состоянии их задержать. То есть кубику поставленному в эту клеточку применяется модификатор минус один. Если я сюда поставлю четверку, то кораблик в этой колонке опустится всего на три, но больше ничего полезного для меня не произойдет. Я могу кубик с каким-то значением поставить впереди экскаватора, потому что в данный момент я могу ставить только в комнаты позади экскаватора кубики. А чем глубже внутрь комплекса, тем эффективнее становятся комнаты. Поэтому в моих интересах, конечно, выкопать поглубже себе комплекс. Раз, два, три, четыре. Ну вот четыре. Я могу поставить сюда. Мог бы, но не могу, потому что здесь уже стоит шестерка. Ну значит я могу поставить вот сюда, и тогда экскаватор раз, два, три сможет потом продвинуться. Ну в общем вот я поставил, все корабли как-то опустились. Почему кубики белые и серые? В тот момент, когда вы устанавливаете белый кубик, вы все оставшиеся кубики будете перебрасывать. И в этом как бы есть и плюсы и минусы. Если у вас выпали какие-то не очень хорошие значения, а какие-то хорошие, то вы сначала хорошие, удобные вам сможете расставить. Например, если у вас выпала единица, она вас устраивает для какой-то колонки. Вы ставите ее вот сюда в ПВО, и корабль в этой колонке не опустится вниз вообще ни на йоту. Один минус один, вот он остался прямо там на корабле. Либо наоборот, если у вас остались уже совсем неудобные значения, вам обязательно нужна какая-то шестерка, а у вас выпали сплошные единицы. Ну вот вы можете начать с того, что установить куда-то белый кубик, и зато все остальные перебросить и посмотреть, может быть там выпадет чего-то получше. Вот у меня пятерочка выпала. Окей, но меня это не устраивает, я хочу, чтобы еще на серых было побольше. Я беру белый, ставлю его куда-то, а последние два серых перебрасываю. Ну сильно лучше не выпало. Сегодня не везет на кубах. После того, как все кубики установлены, следует фаза действий. При этом отрабатывается все, что произошло в комнатах. Все комнаты дают свои эффекты. Они дают знания о пришельцах, комнаты с энергией дают энергию. Все в это двигая, перемещая эти маркеры. И если какие-то корабли пришельцев остановились на вот этих взрывчиках цифрами, а вы таки поставили на истребительную авиацию кубик, то вот собственно уберете корабли, и они уже больше не будут снижаться. Те, которые вы не смогли убить, и они находятся в каком-то положении, в следующем раунде они продолжат свое снижение к вам. И как только корабрик прилетит на поле с городом Розуэлл, при этом опускается маркер здоровья базы на единичку. Ну как вы помните, когда дойдет до конца, мы проиграем. Погибнет город. Когда в фазу действия все кубики были отработаны, все эффекты получены, наступает фаза корабля-носителя. Корабль-носитель снижается на одну клеточку, и происходит то, что отображено на правой колонке поля. Здесь собственно что может быть? Он может откатить экскаватор назад от уже прокопанного, он может добавить еще дополнительный белый корабль. В одной колонке запросто могут лететь и два, и три корабля. Он может уменьшать наши знания о нем, причем это минус единичка, это мы не теряем единичку, а мы теряем сразу целую ступень. Там где-то выше вот есть например шесть знаний, чтобы перескочить вот с этого поля сюда нужно сразу шесть знаний. Это может быть очень больно. Хотя как вы понимаете, вот здесь вот внизу комната зеленая из трех кубиков, все значения на ней будут складываться. Если вы установили в конце игры вот так сюда две четверки и пятерку, это вы получили одновременно 13 знаний о пришельцах. И это как раз вам скорее всего понадобится, потому что последняя ступень это 11 знаний. Для победы нужно будет получить единовременно 11 знаний. Ну вот мы разобрали первую базовую игру, а теперь давайте посмотрим, что же еще есть в коробочке. Помимо города Розвелла в коробочке лежат еще два города Нью-Йорк и Вашингтон. И Нью-Йорк и Вашингтон у них чуть-чуть другие космические базы. Вот здесь собственно на Розвелле написано А и Б и таким образом и сложена база. Для того, чтобы получить, например, Вашингтон, понадобится сложить Б и С. Вот берем отдельно С, берем Б и получаем вот такую базу, которая выглядит по-другому. Заметно по-другому, здесь нет внизу вот этой вот большой зеленой, она выше. Истребительная авиация находится прямо в первом же ряду, она уже сразу доступна. Вот здесь стоит экскаватор, вот туда он мордочкой, он поедет вот так вниз. У города Вашингтона меньше здоровья, чем у Розвелла, то есть меньше он сможет пропустить самолетов. Ну, собственно, свои собственные настройки у базы Нью-Йорка и оба этих города имеют еще какие-то свойства. Например, у Вашингтона свойства в момент броска кубиков, перед первым броском в каждом раунде, вы можете по своему желанию любой белый кубик установить на шестерку, если вам это выгодно. Это как бы облегчает игру, но в остальном, ввиду того же здоровья мало, то как бы игра усложняется. Еще появились комнаты с роботами и голубые кубики, два голубых кубика, которые позволяют делать дополнительные действия. Создав такого робота в голубой комнатке, вы установите кубик на любую комнату, и дальше этот робот, скручиваясь с четверки на тройку, с тройки на двойку, он будет стоять в этой комнате каждый ход и создавать вам то, что эта комната в состоянии дать, при этом он не будет никак воздействовать на корабли, инопланетян, они от этого не будут опускаться ниже, а получать вы это будете. Ну и по треку знаний о пришельцах двигаться в Вашингтоне не сильно просто, там первый же шажок потребует от вас шести знаний. Ну можно было бы сразу в первом раунде белую шестерочку поставить, но к сожалению так сделать нельзя, потому что база еще не прокопана. И обратите внимание, экскаватор тоже требует энергии. А энергии у нас не очень много, изначально три. На обороте каждого города есть свойство, оно более сильное. Это когда город полуразрушенный, люди остервенело пытаются выжить, и поэтому свойство этого города, оно как бы больше вам помогает. Вот эта вот замечательная половинка, звездочка такая с половинкой закрашенной золотым цветом. Это как раз обозначает облегчение. Здесь вообще достаточно простая в этом смысле иконографика. Любой из кусочков неба вы можете перевернуть на другую сторону, чтобы посложнить себе жизнь. Здесь появляется черная звездочка на поле. И этот вариант неба заметно сложнее, что отображается в частности кровью, у которой забрызган трек знаний о пришельцах. Что еще есть в этой маленькой коробочке, кроме трех городов, разных вариантов баз, разных вариантов неба, есть компания. Компания, состоящая из четырех глав. Я не буду вам сильно спойлерить, но все-таки, наверное, стоит показать. Я покажу хотя бы первую часть. Я это уже все посмотрел, потом аккуратно собрал обратно, чтобы вы могли посмотреть вместе со мной. Во-первых, вы получите правило к этой самой первой главе. Здесь появляется такой оранжевый кораблик. У вас будет комикс, который будет рассказывать предысторию. Давайте я не буду его сильно светить. Карта, на которой написаны четыре города. Монреаль, Гавана, Мехико, Рио-де-Жанейро. Тайлы, которые вложены в эту часть, это как раз сами города Рио-де-Жанейро, Мехико, Гавана, Монреаль. Есть четыре тайла с миссиями. Вы должны будете во время кампании миссии в виде таких вот картонных тайлов. Вы должны будете случайно составить комплекты из миссии городов. Здесь появляется новый кусочек базы, который будет пристраиваться к имеющимся кусочкам базы, каким-то образом заменять с собой один из них, что изменит базу и иногда достаточно сильно. Выбрав миссию и город, вы должны постараться спасти этот город. И для этого нужно выиграть миссию. Здесь опять будет на лицевой стороне тайла такой небольшой комикс, который рассказывает предысторию. И на обратной стороне задание именно этой миссии. Так устроены абсолютно все миссии. Если вы победили в игре, вы спасли этот город, записывайте в специальный блокнотик вот такой вот наборчик отрывных листов, в котором заполняются графы. Такой-то город погиб, такой-то город выжил, и спасти всю землю явно не удастся. Помогать спасать вам землю будут персонажи. В этой части кампании четыре персонажа. Каждый из них имеет какую-то достаточно сильную обилку, какое-то свойство, но оно одноразовое. Вы получите одного из этих персонажей в качестве помощи вам для выполнения выбранной миссии. В дальнейшем у вас будет возможность получить улучшенные версии этих персонажей с еще более сильными свойствами и пользоваться ими в последующих играх. Но помните, свойство одноразовое. Оно срабатывает, и вы убираете персонажа в сторону. Это я показал первую главу кампании. Глав 4. Во второй главе сразу скажу, появляется российский город, понадобится отстаивать от пришельцев Москву. Есть еще третья часть. И, собственно, четвертая финальная битва. Я не буду спойлерить, открывать и подробно рассказывать про каждую главу. Посмотрите сами, порадуйтесь сами. Ну, пожалуй, про игру и про содержимое этой крошечной, но очень тяжелой, увесистой коробочки я рассказал. И теперь, пожалуй, пора рассказать про мое мнение и мои впечатления от игры. Игра «Вторжение с небес» — это игра для тех, кому нравится Tower Defense, ретро-шутеры или сеттинг инопланетного вторжения. Есть некоторые отличия от классического Tower Defense. Здесь нужно жертвовать обороной ради развития и осознанно пропускать часть врагов, отстраивая за это время базу. Ведь победите вы не тогда, когда закончатся враги. Они никогда не закончатся. Победите вы, когда вы изучите полностью пришельцев. Это такая вот гонка со смертью на перегонки. Это игра на поиск оптимального решения. Бесконечное количество вариантов, из которых мозг должен выбрать оптимальное решение на данный момент. Какой кубик поставить первым, что пореролить, что не реролить. И вот белые кубики, которые заставляют делать рерол, это приятная изюминка игры. Вначале, в первых играх вы стараетесь минимизировать случайность и ставить белые кубики самыми последними, отодвигая случайность вот этого переброса на самый конец. А потом смелеете, начинаете экспериментировать, и иногда получается очень неплохо. Игра занимает не особо много места на столе. Я так раскидался, все разложил в разные стороны. Но на самом деле достаточно узенького, такого длинного столика для того, чтобы она поместилась. И при этом она очень яркая, атмосферная. Да, у вас перед глазами кубики, это такой достаточно абстрактный процесс, но пластиковые модельки вот этих инопланетных истребителей, они сильно оживляют процессы. Это действительно похоже на то, как будто бы они там роем летят на вас. Игра от одного и более игроков. Ну, то есть, на самом деле, она изначально, я так понимаю, задумывалась и делалась как соло-игра, но она не обязательно соло. Я это прям говорил с уверенностью, потому что мы с удовольствием играли вдвоем в эту игру. А одному человеку переработать просто все варианты размещения кубиков, ну, достаточно сложно. Вдвоем у нас получалось это даже лучше, чем мне одному. Очень много контента для такой небольшой коробочки. Целую компанию из четырех глав засунули, на мой взгляд, это явный плюс. Из того, что можно посчитать минусом, только то, что действительно там втроем или вчетвером в нее играть уже будет странновато. Хотя, наверное, теоретически возможно, но я даже пробовать не стал. Возможно, вы попробуете. Стройте базы, спасайте землю от пришельцев, играйте в хорошие игры. С вами был Павел, вы смотрели канал ГикМедиа. До свидания, друзья! Пока!